2 Паралипоминон, глава 22. И поставили царем жителей Иерусалима Ахозию, меньшего сына его, вместо него. Так как всех старших избило полщище, приходившее старовитянами к Стану. И воцарился Ахозия сын Ярама, царя Иудейского. 22 лет был Ахозия, когда воцарился, и один год царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Гафолия, дочь Амрия. Он также ходил путями до Махава, потому что мать его была советницей ему на беззаконные дела. 23. И делал он неугодное в очах Господних, подобно дому Ахауу, потому что он был ему советником. По смерти отца его на погибель ему. 24. Также, следуя их совету, он пошел с Ярамом, сыном Ахауом, царем Израильского, на войну против Азаила, царя Сирийского, Врамов Галаадский. И ранили сирияне Ярама. 25. И возвратился он в Израиль, лечил сиатрен, который причинили ему в Раме, когда он воевал с Азаилом царем сирийским. 26. И Ахозия, сын Ярама, царь Иудейский, пришел посетить Ярама, сына Ахава, в Израиль, потому что тот был болен. 27. И от Бога было это на погибель Ахозии, что он пришел к Яраму. 28. Ибо по приходе своем он вышел с Ярамом против Иеуя, сына Намессиева, которого помазал Господь на истребление дома Ахавова. 29. Когда совершал Июй суд над домом Ахава, тогда он нашел князей иудейских и сыновей братьев Ахозии, служивших Ахозии, и умертвил их. 30. И велел он искать Ахозии, взяли его, когда он скрывался в Самарии, и привели его к Иеуе, и умертвили его, и похоронили его. 31. Ибо говорили, он сын Иосафата, который взыскал Господа всего сердца своего, и не осталось в доме Ахозии, кто мог бы царствовать. 32. И богофолия мать Ахозии, увидев, что умер сын ее, встала и истребила все царское племя дома Иудина. 33. Но Иосафев, дочь царя, взяла Иоаса, сына Ахозии, и похитила его из среды царских сыновей умерщвляемых, и поместила его, и кормили его в спальной комнате. 34. И таким образом Иосафев, дочь царя Иорама, жена Иодая, священника, сестра Ахозии, скрыла Иоса от Гафолии, и она не умертвила его. 35. И был он у них в доме Божьем, скрываем шесть лет. Гафолия же царствовала над землею. 36. Но в седьмой год ободрился Иодай и принял в союз с собой начальников сотен, Азарию, сына Иерахамова, и Исмаила, сына Иогаханова, и Азарию, сына Аведова, и Моосея, сына Адая, и Елишафата, сына Захри. 37. И они прошли по Иудее и собрали левитов из всех городов Иудеи и главпоколений Израилевых, и пришли в Иерусалим. 38. И заключило все собрание союз в доме Божьем с царем. 39. И сделал им Яадай, сказал, вот сын царя должен быть царем, как изрек Господь о сыновьях Давидовых. 39. Вот что вы сделаете. Треть вас, приходящих в субботу из священников и левитов, будет привратниками у порога, и треть при доме царском, и треть у ворот Иесод, и весь народ на дворах дома Господня. 40. И никто пусть не входит в дом Господень, кроме священников и служащих из левитов, они могут войти, потому что священники, весь же народ пусть стоит на страже Господней. 41. И пусть левиты окружат царя со всех сторон, всякий с оружием своим в руке своей. И кто будет входить в храм, да будет умершлен. И будьте вы при царе, когда он будет входить и выходить. 42. И сделали левиты все иудеи, что приказал Яадай священник, и взяли каждый людей своих, приходящих в субботу, с отходящими в субботу, потому что не отпустил священник Яадай сменившийся черед. 43. И раздал Яадай священник начальникам сотен копья и малые и большие щиты царя Давида, которые были в Доме Божьем. 44. И поставил весь народ каждого с оружием его в руке, от правой стороны храма до левой стороны храма, у жертвенника и у дома вокруг царя. 45. И вывели сына царя и возложили на него венец и украшение, и поставили его царем. 46. И помазали его Яадай и сыновья его, и сказали, «Да живет царь!» 47. И услышал Агафолия голос народа, бегущего и провозглашающего царя, и вышла к народу в дом Господень. 47. И увидел его царь стоит на возвышении своем при входе, и князья, и трубы подле царя, и весь народ с земли веселится и трубами трубит, и певцы с орудиями музыкальными и искусными словословия. 48. И разодрала Агафолия одежды свои и закричала, «Заговор! Заговор!» 49. И вызвал Яадай священник начальников сотен, начальствующих над войском, и сказал им, «Выведите ее вон из храма, и кто последует за нею, да будет умершлен мечом». 49. Потому что священник сказал, «Не умертвите ее в доме Господнем». 50. И дали ей место, и когда она пришла ко входу конских ворот царского дома, там умертвили ее. 51. И заключил Яадай завет между собой и между всем народом и царем, чтобы быть им народом Господним. 52. И пошел весь народ в капище Ваала, и разрушили его, и жертвенники его, и истуканом его сокрушили, и Матфана, жреца Ваала, умертвили перед жертвенниками. 53. И поручил Яадай дела дома Господня священникам и левитам, и восстановил дневные череды священников и левитов, как распределил Давид в доме Господнем, для возношения всесожжений Господу, как написано в законе Моисеевым, с радостью и пением по уставу Давидову. 54. И поставил он привратников у ворот дома Господня, чтобы не мог входить нечистый почему-нибудь, и взял начальников сотен, и вельмож, и начальствующих народе, и весь народ земли, и проводил царя из дома Господня, и прошли через верхние ворота в дом царский, и посадили царя на царский престол. 55. И веселился весь народ земли, и говорил, и город успокоился, а Гафолию умертвили мечом. 56. Семи лет был Иоас, когда воцарился, и сорок лет царствовал в Иерусалиме, имя матери его Цивья из Версавии. 57. И делал Иоас угодное в очах Господних во все дни Иоадая священника. 58. И взял ему Иоадай двух жен, и он имел от них сыновей и дочерей. 59. И после сего пришло на сердце Иоасу обновить дом Господень. 60. И собрал он священников и левитов, и сказал им, пойдите по городам Иудеи, и собирайте со всех израильтян серебро для поддержания дома Бога вашего. 61. И с года в год, и поспешите в этом деле, но не поспешили левиты. 62. И призвал царь Иоадая, главу их, и сказал ему, почему ты не требуешь от левитов, чтобы они доставлялись Иудеи и Иерусалима дань, установленную Моисеем, рабом Господнем, и собранием израильтян для скини и собрания. 63. Ибо нечестивые гофоли и сыновья ее разорили дом Божий, и все посвященное для дома Господнем употребили для ваалов. 64. И приказал царь, и сделали один ящик, и поставили его у входа в дом Господень извне, и провозгласили по Иудеи и Иерусалиму, что приносили Господу дань, наложенную Моисеем, рабом Божиим, на израильтян в пустыне. 65. И обрадовались все начальствующие весь народ, и приносили, и клали в ящик, да то ли, да коли он не наполнился. 66. В то время, когда приносили ящик царским чиновникам через левитов, и когда они видели, что серебра много, приходил писец царя и поверенный первосвященника, и высыпали из ящика, и относили его, и ставили его на свое место. 67. Так делали они за дня в день, и собрали множество серебра, и отдавали его царе и адай производителям работ по дому Господне. 68. И они нанимали каменотесов и плотников для подновления дома Господне, а также кузнецов и медников для укрепления дома Господне. 69. И работали производители работ, и совершилось исправление руками их, и привели дом Божий в надлежащее состояние его, и укрепили его. 69. И кончив сие, они представили царю и иадаю остаток серебра, и сделали из него сосуды для дома Господне, сосуды служебные для всесожжения, чаши и другие сосуды золотые и серебряные, и приносили всесожжение в доме Господнем постоянно во все дни иадая. 70. И состарился иадай, и, насытившись днями жизни, умер. 130 лет было ему, когда он умер. И похоронили его в городе Давидовом с царями, потому что он делал доброе в Израиле и для Бога, и для дома его. 71. Но по смерти иадая пришли князья иудейские, поклонились царю, тогда царь стал слушаться их. И оставили дом Господа Бога отцов своих, и стали служить деревам, посвященным идолам. И был гнев Господень на Иуду и Иерусалим за сию вину их. 72. И он посылал к ним пророков для обращения их к Господу, и они увещевали их. Но те не слушали. 73. И Дух Божий облег Захарию, сына иадая священника. И он встал на возвышение перед народом и сказал им, «Так говорит Господь, для чего вы приступаете по велению Господне? Не будет успеха вам, и как вы оставили Господа, то и Он оставит вас». 74. И сговорились против него и побили его камнями по приказанию царя Иоаса на дворе дома Господне. 75. И не вспомнил царь Иоас благодеяние, какое сделал ему Адай отец его и убил сына его. И он, умирая, говорил, «Да видит Господь и да взыщет». 76. И по истечении года выступило против него войско сирийское. 77. И вошли в Иудеи, и в Иерусалим, и истребили из народа всех князей народа, и всю добычу, взятую у них, отослали к царю Дамаск. 78. Хотя в небольшом числе людей приходило войско сирийское, но Господь придал в руки их весьма многочисленную силу за то, что оставили Господа Бога отцов своих. 79. И над Иоасом совершили они суд. 79. И когда они ушли от него, оставив его в тяжкой болезни, то составили против него заговор рабы его за кровь сына Иоадая, священника, и убили его на постели его, и он умер. 80. И похоронили его в городе Давидовом, но не похоронили его в царских гробницах. 80. Заговорщиками же против него были Завад, сын Шимиафы, Аманитянки, и Эгазавад, Шимрифы, Мавитянки. 81. О сыновьях его, и о множестве пророчеств против него, и об устроении Дома Божия написано в книге царей. 81. И воцарился Амасия, сын его, вместо него. 2. Паралипоминон, глава 25. 25. Двадцати пяти лет воцарился Амасия, и двадцать девять лет царствовал в Иерусалиме, имя матери его Иогадань из Иерусалима, и делал он угодное в очах Господних, но не от полного сердца. 26. Когда утвердилось за ним царство, тогда он умертвил рабов своих, убивших царя отца своего, но детей их не умертвил, так как написано в законе в книге Моисеевой, где заповедал Господь, говоря, не должны быть умерщвляемы отцы за детей, и дети не должны быть умерщвляемы за отцов, но каждый за свое преступление должен умереть. 27. И собрал Амасии иудеев, и поставил их по поколениям под власть тысячи начальников и сто начальников всех иудеев, вениамитян, и пересчитал их от двадцати лет и выше, и нашел их в триста тысяч человек отборных, ходящих на войну, держащих копье и щит. 28. Еще нанял из израильтян сто тысяч храбрых воинов за сто талантов серебра, но человек Божий пришел к нему и сказал, царь, пусть не идет с тобой войско израильское, потому что нет Господа с израильтянами, со всеми сынами Ефрема, но иди ты один, делай дело мужественно, подвязайся на войне, иначе повергнет тебя Бог перед лицом врага, ибо есть сила у Бога поддержать и повергнуть. 29. И сказал Амасия человеку Божию, что же делать со ста талантами, которые я отдал войску израильскому? И сказал человек Божий, может Господь дать тебе более всего? 30. И отделил их Амасия в войско, пришедшее к нему из земли Ефремовой, чтобы они шли в свое место. И возгорелся сильный гнев их на Иудею, и они пошли назад в свое место в пылу гнева. 31. А Амасия отважился и повел народ свой, и пошел на долину Соленое, и побил сынов Сеиры десять тысяч. 32. И десять тысяч живых взяли сына Иудины в плен, и привели их на вершину скалы, и незринули их с вершины скалы, и все они разбились совершенно. 33. Войско же, которое Амасия отослал обратно, чтобы оно не ходило с ним на войну, рассыпалось по городам Иудеи от Самарии до Вифарона, и перебило в них три тысячи, и награбило множество добычи. 34. Амасия, придя после поражения Идумиян, принес богов, сынов Сеира, и поставил их у себя богами, и перед ними кланялся им Кадил. 35. И воспылал гнев Господа на Амасию, и послал он к нему пророка, и тот сказал ему, 36. Зачем ты прибегаешь к богам народа сего, которые не избавили народа своего от руки твоей? 36. Когда он говорил ему, царь отвечал, разве советникам царским поставили тебя? 37. Перестань, чтобы не убили тебя. 38. И перестал пророк, и сказал, знаю, что решил бог погубить тебя, потому что ты сделал сие, и не слушаешь совета моего. 39. И посоветовал сама себя царь Иудейский, и послал к Юасу, сыну Иохаза, сына Иуэва, царю Израильскому, сказать, выходи, повидаемся лично. 40. И послал я царь Израильский к Амасии, царю Иудейскому, сказать, терн, который на Ливане, послал к кедру, который на Ливане, же сказать, отдай дочь твою жену, сыну моему. 41. Ну, а прошли звери дикие, которые на Ливане, и истоптали этот терн. 42. Ты говоришь, вот я побил Удумиян, и вознесло сердце в твоем до Счиславия. Сиделаешь у себя дома? 43. К чему тебе затевать опасное дело? Пойдешь ты, иудея, с тобою. 44. Но не послушался Амасия, так как от Бога было это, дабы предать их в руки Иоаса за то, что стали прибегать к богам Идумейским. 45. И выступил Иоас, царь Израильский, и увиделись лично. 45. Он и Амасия, царь Иудейский, в Ифсамисе иудейском. И были разбиты иудеи-израильтянами, и разбежались каждый в шатер свой. 46. И Амасию, царя Иудейского, сына Иоаса, сын Иохазов, захватил Иоас, царь Израильский, в Ифсамисе. 47. И привел его Иерусалим, и разрушил стену Иерусалимскую, от вороти прямых до ворот угольных на четыреста локтей. 48. И взял все золото, серебро и все сосуды, находившиеся в Доме Божьем, у Аведы дома, и сокровища дома царского, и заложников, и возвратился в Самарию. 49. И жил Амасия, сын Иоаса, царь Иудейский, по смерти Иоаса, сына Иохазова, царя Израильского, 15 лет. 50. Прочие дела Амасии, первые и последние, описаны в книге царей иудейских и израильских. 51. И после того времени, как Амасия отступил от Господа, составили против него заговор в Иерусалиме, и он убежал в Лахис. 52. И послали за ним в Лахис, и умертвили его там. 53. И привезли его на конях, и похоронили его с отцами его в городе Иудином. 53. И взял весь народ иудейский Озию, которому было 16 лет. 54. И поставили его царем на место отца его Амасии. 55. Он обстроил Елав и возвратил его иудеи после того, как почил царь с отцами своими. 56. Шестнадцати лет был Озия, когда воцарился, и 52 года царствовал в Иерусалиме. 57. Имя матери его и Холия из Иерусалима. 58. И делал он угодные в очах Господних, точно так, как делал Амасия отец его. 59. И прибегал он к Богу в одни Захарии, поучавшего страху Божию. 60. И в те дни, когда он прибегал к Господу, споспешенствовал ему Бог. 61. И он вышел и сразился с филистимлянами, и разрушил стены Гефа, и стены Иавнии, и стены Азота, и построил города в области Азотской и у филистимлян. 61. И помогал ему Бог против филистимлян, и против аравитян, живущих в Гурваале, и против миунитян. 62. И давали Аманитяне дань Озии, и дошло имя его до пределов Египта, потому что он был весьма силен. 63. И построил Озия башни в Иерусалиме над воротами угольными, и наворотами долины, и на углу, и укрепил их. 64. И построил башни в пустыне, и иссек много водоемов, потому что имел много скота. 65. И на низменности, и на равнине, и земледельцев, и садовников на горах, и накормили, ибо он любил земледелие. 65. Было Озия и войско, выходившие на войну отрядом по счету в списке их, составленном рукой Иаэла, Песа и Моосея-надзирателя над предводительством Ханании, одного из главных сановников царских. 66. Все число главпоколений из храбрых воинов было 2600, и под рукой их военной силы 307 500, вступавших в сражение с воинским мужеством, на помощь царю против неприятеля. 67. И готовил для них Озия, для всего войска, щиты и копья, и шлемы, и латы, и луки, и прачные камни. 68. И сделал в Иерусалиме искусно придуманные машины, чтобы они находились на башнях и на углах для метания стрел и больших камней. 69. И пронеслось имя его далеко, потому что он дивно оградил себя и сделался силен. 70. Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель его, и он сделался преступником перед Господом Богом своим. 71. Ибо вошел в храм Господний, чтобы воскурить фимиам на алтаре кадильном. 72. И пошел за ним Азарий священник, и с ним 80 священников Господних, людей отличных. 73. И воспротивились Озии царю, и сказали ему, не тебе, Озия, кадить Господу. 74. Это дело священников сыново Ароновых, посвященных для кождения. 75. Выйди из святилища, ибо ты поступил беззаконно, и не будет тебе это в честь у Господа Бога. 75. И разгневался Озия, а в руке у него кадильница для кождения. 76. И когда разгневался он на священников, проказа явилась на щеле его перед лицом священников в доме Господнем у алтаря кадильного. 76. И взглянул на него Азарий первосвященник и все священники, и вот у него проказа начали его, и понуждали его выйти оттуда, да и сам он спешил удалиться, так как поразил его Господь. 77. И был царь Озия прокаженным до дня смерти своей, и жил в отдельном доме, и отлучен был от дома Господня. 78. А Иофам, сын его, начальствовал над домом царским и управлял народом земли. 79. Прочие деяния у Озии, первые и последние, описал Исаия, сын Амоса, пророк. 79. И пощил Озия с отцами своими, и похоронили его, с отцами его, на поле царских гробниц. 80. Ибо, говорили, он прокаженный, и воцарился Иофам, сын его, вместо него. 80. Вторая паралипоминон, 27 глава. 25 лет был Иофам, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме, имя матери его Иеруша, дочь Садока. 80. И делал он угодно в очах Господних, точно так, как делал Озия отец его. 80. Только он не входил в храм Господень, и народ продолжал еще грешить. 80. Он просто построил верхние ворота дома Господня, и многое построил на стене Афела. 80. И города построил на горе Иудейской, и в лесах построил дворцы и башни. 80. Он воевал с царем Аммонитян, и одолел его, и дали ему Аммонитяне в тот год 100 талантов серебра, и 10 тысяч коров пшеницы, ищь меня 10 тысяч. 81. Это давали ему Аммонитяне на другой год и на третий. 81. Так силен был и Афам, потому что устроил пути свои перед лесом Господа Бога своего. 82. Прочие деяния Афама, и все войны его, и поведение его, описаны в книге царей израильских и иудейских. 82. Двадцати пяти лет был он, когда воцарился, и шестнадцать лет царствовал в Иерусалиме. 83. И почил и Афам с отцами своими, и похоронили его в городе Давидовом. 84. И воцарился Ахаз, сын его, вместо него. 84. Вторая паралипоминон, глава двадцать восьмая. 84. Двадцати лет был Ахаз, когда воцарился, и шестнадцать лет царствовал в Иерусалиме. 85. И он делал угодные в очах Господних, как делал Давид отец его. 86. Он шел путями царей израильских. 86. Не делал угодного. 87. И даже сделал литые статуи ваалов. 87. И он совершал курение на долине сыновы Эннома. 87. И проводил сыновей своих через огонь, подражая мерзостям народов, которых изгнал Господь перед лицом сынов Израилевых. 88. И приносил жертвы и курение на высотах и на холмах, и под всяким ветвистым деревом. 89. И предал его Господь Бог его в руку царя Сириян. 89. И они поразили его, и взяли у него множество пленных, и отвели в Дамаск. 89. Также и в руку царя Израильского был предан он, и тот произвел у него великое поражение. 89. И избил Факей сын Рималиин, царь Израильский, иудеев, 120 тысяч в один день, людей воинственных, потому что они отставили Господа, Бога отцов своих. 90. Зихри же, селащ из Ефремлян, убил Моосею, сына царя, и Азрикама, начальствующего над дворцом, и Элкану, второго по царе. 91. И взяли сыны Израилеву в плен у братьев своих иудеев, 200 тысяч жен, сыновей и дочерей. 91. Также и множество добычи награбили у них, и отправили добычу в Самарию. 91. Там был пророк Господний, имя его Одет. 91. Он вышел перед лицом войска, шедшего в Самаре, и сказал им, «Вот Господь, Бог отцов ваших, во гневе на иудеев, придал их в руку вашу, и вы избили их с такой яростью, которая достигла до небес. 92. И теперь вы думаете поработить сынов Иуда Иерусалима в рабы и рабыни себе? А разве на самих вас нет вины перед Господом Богом вашим? 93. Итак, послушайте меня, и возвратите пленных, которых вы захватили из братьев ваших, ибо пламень гнева Господня на вас». 94. И встали некоторые из начальников сынов Ефрема и Хазария, сын Иогаханнана, Берехия, сын Мишелеммофа, и Езекия, сын Шалума, и Амаса, сын Хадлая, против шедших с войны. 95. И сказали им, «Не вводите сюда пленных, потому что грех был нам перед Господом. Неужели вы думаете прибавить грехам нашим и преступлениям нашим? Велика вина наша и пламень гнева Господня над Израилем». 96. И оставили вооруженные пленных и добычи у военачальников и всего собрания. 97. И встали им уже упомянутые по именам, и взяли пленных и всех нагих из них, а одели из добычи, и одели их, и обули их, и накормили их, и напоили их, и помазали их елеем, и посадили на ослов всех слабых из них, и отправили их в Верихон, город Пальм, к братьям их, и возвратились в Самарию. 97. И в то время послал царя Хас к царям ассирийским, чтобы они помогли ему. Ибо и думияне еще приходили, и многих побили в Иудеи и взяли в плен. 98. И филистимляне рассыпались по городам низменного края и юга Иудеи, и взяли Весамис, и Айолон, и Гидеров, и Сохо, и зависящие от него города, и Фимну, и зависящие от него города, и Гимзу, и зависящие от него города, и поселились там. 99. Так унизил Господь Иудею за Ахаза, царя Иудейского, потому что он развратил Иудею и тяжко грешил пред Господом. 99. И пришел к нему феглофилосарц, царь ассирийский, но был в тягость ему, вместо того, чтобы помочь ему, потому что Ахаз взял сокровища из дома Господня и дома царского и у князей и отдал царю ассирийскому, но не в помощь себе. 99. И в тесное для себя время он продолжал беззаконно поступать перед Господом, он, царь Ахаз. 99. И приносил он жертву богам дамасским, думая, что они поражали его, и говорил, боги царей сирийских помогают им, принесу я жертву им, и они помогут мне. 99. Но они были на падении ему и всему Израилю. 99. И собрал Ахаз сосуды дома Божия, и сокрушил сосуды дома Божия, и запер двери дома Господня, и устроил себе жертвенники по всем углам в Иерусалиме, и по всем городам Иудинам устроил высоты для кождения богам иным, и раздражал Господа Бога отцов своих. 99. Прочие дела его и все поступки его первые и последние описаны в книге царей иудейских и израильских. 99. И почил Ахаз с отцами своими, и похоронили его в городе Верусалиме, но не внесли его в гробницы царей Израилевых. И воцарился Езекия, сын его, вместо него. 99. Вторая паралипоменон, глава 29. 99. Иезекий воцарился 25 лет, и 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Авия, дочь Захарии. И делал он угодно и в очах Господних, точно так, как делал Давид отец его. 99. В первый же год царствования своего, в первый месяц, он отворил двери Дома Господней и возобновил их, и велел прийти священникам и левитам, и собрал их на площади Восточной, и сказал им, послушайте меня, левиты, ныне осветите сами и осветите Дом Господа, Бога, Отцов наших, и выбросьте нечистоту из святилища. 99. Ибо отцы наши поступали беззаконно и делали неугодное в очах Господа Бога нашего, и оставили его, и отвратили они лицо, лицо свое от жилища Господне, и оборотились спиною, и заперли двери притворы, и погасились светильники, и не сожигали курение, и не возносили все сожжение во святилище Бога Израилева. 100. И был гнев Господа на Иудею и на Иерусалим, и Он отдал их на позор, на опустошение и на посмеяние, как вы видите, глазами вашими. 101. И вот пали отцы ваши от меча, а сыновья наши и дочери наши и жены наши за это в плену в земле не своей до ныне. 102. Теперь у меня на сердце заключить завес Господом Богом Израилевым, да отвратит от нас пламень гнева своего. 103. Дети мои, не будьте небрежны, ибо вас избрал Господь предстоять лицу Его, служить Ему, и быть у Него служителями и возжигателями курения. 103. И встали левиты, махав сын Амасая, и Айель сын Азария и сынов Каафовых, и сыновей Мирариных, Кис сын Авдия, и Азария сын Иогалилела, 104. И из племени Герсонова, и Ах сын Зиммы, и Еден Синьяха, и сыновей Елицафановых, Шимри и Ейел, и сыновей Асафовых, Захария и Матфания, и сыновей Мановых и Ехиел, и Шимей, и сыновей Идифуновых, Шимая и Узиел. 104. Они собрали братьев своих и осветились, и пошли по приказанию царя очищать Дом Господний, по словам Господа. 105. И вошли священники внутрь Дома Господний для очищения, и вынесли все нечистое, что нашли в Храме Господнем, во двор, на двор Дома Господний, 10. А левиты взяли это, чтобы вынести вон к потоку кедрону, и начали освящать в первый день первого месяца, и в восьмой день того же месяца 10. Вошли в притвор Господень, и освящали Дом Господень восемь дней, и в шестнадцатый день первого месяца кончили. 11. И пришли в дом к царю Иезеке, и сказали, мы очистили Дом Господень и жертвенник для всесожжения, и все сосуды его, и стол для хлебов предложения, и все сосуды его, и все сосуды, которые забросал царь Ахаз во время царствования своего, в беззаконии своем, мы приготовили и осветили, и вот они перед жертвенником Господним. 12. И встал Иезеке рано утром, и собрал начальников города, и пошел в Дом Господень. 13. И привели семь тельцов, и семь овнов, и семь агнцев, и семь козлов на жертву о грехе за царство, и за святилище, и за Иудею. 14. И приказал он сынам Аароновым, священникам, вознести всесожжения на жертвенник Господень. 15. И закололи тельцов, и взяли священники кровь, и окропили жертвенник, и закололи овнов, и окропили кровью жертвенник, и закололи агнцев, и окропили кровью жертвенник. И привели козлов за грех перед лицом царя в собрание, и они возложили руки свои на них, и закололи их священники, и очистили кровью их жертвенник для заглаждения грехов всего Израиля. Ибо за всего Израиля приказал царь принести все сожжения и жертву о грехе. И поставил он левита в доме Господним с кимвалами, псалтирями и цитрами по уставу Давида и Гада, прозорливца царева, и Нафана пророка, так как от Господа был устав этот через пророков его. И стали левиты с музыкальными орудиями Давидовыми, и священники с трубами. И приказал языке вознести все сожжения на жертвенник. И в то же время, как началось все сожжение, началось пение Господу при звуке труб и орудий Давида царя Израилева. И все собрание молилось, и певцы пели, и трубили трубы, доколе не окончилось все сожжение. По окончании же все сожжения царь и все, находившиеся при нем, преклонились и поклонились. И сказал царь языке и князья левитам, чтобы они славили Господа словами Давида и Асафа прозорливца. И они славили с радостью и преклонялись и поклонялись. И продолжал языке и сказал, теперь вы посвятили себя Господу, приступайте и приносите жертвы в благодарственное приношение в дом Господень. И понесло все собрание жертвы и благодарственное приношение, и всякий, кто расположен был сердцем, всесожжение. И было число всесожжений, которые привели собравшиеся 70 валов, 100 овнов, 200 агнцев. Все это для всесожжения Господу. Других священных жертв было 600 из крупного скота и 3000 из мелкого скота. Но священников было мало, и они не могли сдирать кож со всех всесожжений. И помогали им братья их левиты до окончания дела, и доколе осветились проще священники. Ибо левиты были более тщательны в освящении себя, нежели священники. При том же всесожжении было множество стуками мирных жертв и с возлияниями при всесожжении. Так восстановлено служение в доме Господнем. И радовался Иезекия и весь народ о том, что Бог так расположил народ, ибо это сделалось неожиданно. 2 Параллипоменон, глава 30. И послал Иезекия по всей земле Израильской и Иудеи, и письма писал к Ефрему и Монасте, чтобы пришли в дом Господень, в Иерусалим, для совершения Пасхи Господу Богу Израилеву. 3 И положили на совете царь и князья его и все собрание в Иерусалиме совершить Пасху во второй месяц, ибо не могли совершить ее в свое время, потому что священники еще не осветились в достаточном количестве, и народ не собрался в Иерусалим. 4 И понравилось это царю и всему собранию, и определили объявить по всему Израилю, от Версавии до Дана, чтобы шли в Иерусалим для совершения Пасхи Господу Богу Израилю, 5 Потому что давно не совершали ее, как предписано. 6 И пошли гонцы с письмами от царя и от князей его по всей земле Израильской и Иудеи, и по повелению царя говорили, 7 Дети Израиля, обратитесь к Господу Богу Авраама Исаака и Израиля, и он обратится к остатку уцелевшему у вас от руки царя Ассирийских. 7 И не будьте таковы, как отцы ваши и братья ваши, которые беззаконно поступали пред Господом Богом отцов своих, и он предал их на опустошение, как вы видите. 8 Ныне не будьте жестоковыны, как отцы ваши, покоритесь Господу, и приходите во святилище его, которое он осветил навек, и служите Господу Богу вашему, и он отвратит от вас пламень гнева своего. 9 Когда вы обратитесь к Господу, тогда братья ваши и дети ваши будут в милости у пленивших их, и возвратятся в землю сию, ибо благо и милосердь Господь Бог ваш, и не отвратит лица от вас, если вы обратитесь к Нему. 10 И ходили гонцы из города в город, по земле Ефремы, Монастин и Дозаволоновы, но над ними смеялись и издевались. 11 Однако некоторые из колена Серого Монастин и Дозаволонова смирились и пришли в Иерусалим. 12 И над Иудеей была рука Божия, даровавшая им единое сердце, чтобы исполнить повеление царя и князей во славу Господню. 12 И собрались в Иерусалиме множество народа для совершения праздника опресников, а второй месяц собрания весьма многочисленные. 13 И встали, и не спроверли жертвенники, которые были в Иерусалиме, и все, на чем совершаемо было курение идолом, разрушили, бросили в поток кедрон. 14 И закололи пасхального агнца в четырнадцатый день второго месяца. 15 Священники и левиты, устыдившись, осветились и принесли все сожжения в Дом Господень, и стали на своем месте по уставу своему, по закону Моисея, Человека Божия. 16 Священники кропили кровью, принимая ее из рук левитов. 17 Так как много было в собрании таких, которые не осветились, то вместо нечистых левиты закололи пасхального агнца для посвящения Господу. 18 Многие из народа, большей частью из колена Ефрема Монастиной, Сахарова и Завулонова, не очистились, однако же они ели Пасху не по уставу. 19 Но Езекия помолился за ней, говоря, Господь Благой да простит каждому, кто расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Господа Бога, Бога Отцов Своих, хотя и без очищения священного. 20 И услышал Господь Езекию и простил народ. 21 И совершили сыны Израилева, находящиеся в Иерусалиме, праздник опресноков семь дней, с великим весельем каждый день левиты и священники славили Господа на орудиях, устроенных для словословия Господа. 22 И говорил Езекия по сердцу всем левитам, имевшим доброе разумение в служении Господу. 23 И ели праздничные семь дней, принося жертвы мирные и славя Господа Бога Отцов Своих, и решила все собрание праздновать другие семь дней, и провели эти семь дней в веселье. 24 Потому что Езекия царь иудейский выставил для собравшихся тысячу тельцов и десять тысяч мелкого скота, и священников осветилось уже много. 25 И веселилось все собравшиеся из Иудеи, и священники, и левиты, и все собрания, пришедшие от Израиля, и пришедшие из земли израильской и обитавшие в Иудее. 26 И было веселье великое в Иерусалиме, потому что со дней Соломона, сына Давидова, царя Израилева, не бывало подобного сему в Иерусалиме. 27 И встали священники и левиты, благословили народ, и услышан был голос их, и взошла молитва их в святое жилище его на небеса.